Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемый член Президиума, уважаемые коллеги, для меня большая честь уже в пятый раз участвовать в Бехтеревском конгрессе все эти годы. Это, несомненно, очень интересное междисциплинарное взаимодействие. Это как раз те самые традиции, которые были заложены Владимиром Михайловичем и Бехтеревым. Это соединение наук, нейронаук, психологии, психиатрии, неврологии, психотерапии. Тему, которую в этом году задолняет Михайлович, как мне кажется, очень важна не только в теоретическом смысле, но и в прикладном. В частности, вот ту тему, которую я бы хотел привлечь ваше внимание, к вопросу о человечности психически-наркологически больных. Можно рассматривать эту проблему с точки зрения философии, можно рассматривать с позиции этики, но эта тема сегодня вышла за рамки науки. И сегодня огромное количество законодательных инициатив принимается в области, связанной с охраной психического здоровья по отношению к психически больным. И мы видим, что есть определенный уклон или крен законодателей в отношении психически-наркологически больных. В то же время говорить о том, что эта тема хорошо изучена, и можно твердо говорить о том, что психически-наркологически больные люди негуманны или гуманны, этот вопрос в науке абсолютно открыт. И как раз вот я бы хотел вместе с вами проанализировать те данные, которые сегодня имеются. Я буду основываться на некоторых социологических исследованиях, которые мы проводили в течение последних лет совместно с Институтом социологии РАН. Психиатрические, психопатологические исследования, психологические. И представлю вам какой-то такой взгляд, такую позицию, которая, естественно, не претендует на истину в последней инстанции, которую следует в дальнейшем активно обсуждать. Я бы хотел оттолкнуться от конкретного примера. Полтора месяца назад в Нижнем Новгороде произошла жуткая трагедия, когда один мужчина, как впоследствии оказалось психически больной, страдающий шизофренией, убил шесть своих детей, их мать, собственную жену. И вот, отталкиваясь, он расчленил их, извините за такие физиологизмы. И это поведение вызвало серьезный резонанс. Стали анализировать, каковы мотивы совершения преступления этим человеком. Несомненно, можно было бы предположить, что этот человек совершил столь жестокое, негуманное преступление, хотя гуманных преступлений не бывает, под влиянием собственного психического заболевания, шизофрении. Он находился на учете в психоневрологическом спонсоре, он постоянно наблюдался, он лечился, и об этом было известно и его семье. И не исключено, что одним из главных мотивов были те самые психопатологические симптомы, от которых он лечился. Вторая версия – это ситуативные мотивы. Следствию стало известно, что за несколько недель до совершения преступления жена подала иск в суд о лишении этого мужчины родительских прав. То есть, таким образом, можно было бы рассматривать поведение, а не гуманное преступное, связанное с реакцией на ситуацию. И третье – оказалось, что этот человек был членом религиозной организации адвентистов седьмого дня. То есть, какие-то взгляды на жизнь, построенные исходя из его мировоззрения. Все эти сегодня еще неизвестны результаты судебно-психиатрической экспертизы, но высоко вероятно, если человек страдал с шизофренией, он будет признан невменяемым. Однако это не отменяет анализа причин и мотивов поведения подобного человека. Тема, которая звучит сегодня во многих докладах – человечность. Я бы хотел немножко ракурс изменить не только человечность здоровых людей, но и человечность больных. Эммануэл Кант говорил, что человечность – это способность участвовать в судьбе других людей. Опять же, будем смотреть сквозь призму психической патологии. А как психический больной смотрит на то, что происходит вокруг него? В микросоциуме, в макросоциуме? И мы видим, что, предположим, по данным по оппозиции Элина, понятие человечности включает в себя моральные качества, выражающие принцип гуманизма, применительно к повседневным взаимоотношениям людей. И еще более важно для анализа той темы, которую я с вами вместе обсуждаю, мы вместе обсуждаем – это осознанность отношения человека к происходящему и возможность волевой регуляции этого поведения. В связи со всем вышесказанным, можно было бы задать несколько таких важных, принципиальных для понимания этой темы вопросов. Способны ли психически больные в силу заболевания осознанно относиться к происходящему и осуществлять волевой контроль? Для обывателя однозначно нет. Любой психически больной рассматривается как человек, который не контролирует свое поведение, который не осознает, что происходит вокруг, что происходит с ним. И, значит, вопрос для обывателя понятен, вопрос для ученых открыт. Еще очень важный вопрос – чаще ли психически больные совершают преступление, то есть проявляют ту самую негуманность, о которой мы говорим, чем здоровые? В обществе тоже имеется ответ априори без исследований, что понятно, что надо бояться психически больных, потому что они непредсказуемы и они совершают, как правило, практически все какие-нибудь противоправные действия. Какова роль в совершении преступления психопатологии и наркологического статуса? Ну, предположим, если человек страдает алкогольной зависимостью или наркотической зависимостью. Эта тема занимала ученых в течение многих десятилетий и даже столетий. 1891 год – это, может быть, одна из немногочисленных работ, посвященных нравственности душевнобольных. Известный ученый профессор Чиш говорил, «Душевнобольные отлично рассуждают обо всем, многие в обственном отношении даже выше среднего уровня, но всякого внимательного наблюдателя поражает, что у них нет нравственных идеалов, нет способности жертвовать удовольствиями, и у многих полное безучастие ко всем, кроме себя». Это было и выступление профессора, и его публикация, которая широко обсуждалась в психиатрических кругах, и к ней было неоднозначное отношение. Владимир Михайлович Бехтерев достаточно осторожно говорил, в первую очередь, о лицах, которые употребляют алкоголь или злоупотребляют алкоголем. И, в частности, он говорил о том, что алкоголизм способствует падению нравственности и увеличению числа преступлений. Это он говорил не о поводу одного человека, а о поводу социального явления. И в большей степени, может быть, это было даже не по отношению к алкоголизму, а к бытовым формам пьянства. В сегодняшних исследованиях мы сталкиваемся с новым явлением. Описана так называемая деградация личности при наркоманиях, которая даже по-другому называется морально-этическое снижение. Учёные из Национального научного центра наркологии утверждают, что, оказывается, нравственная деградация, морально-этическое снижение зависит от того, какие наркотики употребляет человек. При одних эта нравственная деградация идёт быстрее, при других – медленнее. Я пока не комментирую эту позицию, но вы поймёте и мою позицию в частности. Вот те самые законодательные инициативы. Вчерашние высказывания законодателей для наркозависимых в Петербурге хотят отменить медицинскую тайну. То есть предлагается ЗАГС Собранию Санкт-Петербурга обратиться в Госдуму для того, чтобы отменить врачебную тайну. Честно вам скажу, врачебной тайны в области психиатрии и наркологии уже лет пять не существует. Правоохранительные органы имеют все возможности для того, чтобы получать эту информацию. Научное и медицинское сообщество сопротивляется этому, потому что это развал всей системы здравоохранения, оказания медицинской помощи. Но пока мы, к большому сожалению, проигрываем. Если теперь посмотреть из общих вопросов, а кто совершает противоправные действия и кто является в большей степени проявляет негуманные акты. Это могут быть психически больные, это могут быть психически здоровые, это могут быть отдельно лица сексуальной патологии. Вспомните, за последние годы, сколько мы слышали про педофилов, последние полгода вообще не слышим. Как будто кто-то включил рубильник к эту тему, и кто-то выключил эту тему. А в реальности, как происходило, что их больше стало, что они действительно проявляли подобные акты. И еще отдельно выделяется, что все эти лица, представленные выше, могут находиться в состоянии алкогольного и наркотического пьяни. И это может влиять на структуру их общественно опасных действий. Вот я говорил о том, что мы проводили некоторые статистические и социологические исследования. Может быть, это будет интересно. Из всех, кто совершил преступление, и которым была проведена экспертиза, даже среди психически больных, вменяемыми были признаны три четверти. Значит, невменяемыми признаны всего четверть. Это очень важный параметр для понимания и принятия решения о том, что необходимо делать в сфере отношения к психически больным. Еще очень интересные данные. Ну, видите, они, может быть, не свежие, но они отражают и сегодняшнюю ситуацию, поверьте мне. Последнее важно. Психически больными совершается всего 2,4% от всех преступлений. Это к вопросу о том, как относиться к позиции обывателей. Мы иногда шутим, что нам спокойнее внутри психиатрической больницы, чем за ее стенами. Потому что, ну, во-первых, это цифра, во-вторых, мы это и до статистических, аналитических материалов прекрасно понимали. Рецидивизм практически не различается у психически больных, у психически здоровых. По данным МВД, приблизительно 33-38% лиц, которые совершили преступление, совершат повторное. То есть треть. Среди психически больных тоже приблизительно 31%. То есть они не совершают, они совершают преступление, но они, мы можем оценивать, как часто они после этого попадают в психиатрическую больницу специального типа наблюдения, то есть на принуд лечения. В свое время мы задались вопросом о том, все-таки могут ли психически больные регулировать свое поведение, в частности, агрессивы. И вот эти данные были опубликованы в центральной прессе. была взята модель бреда ревности. И было взято три группы. Первая группа – это психически больные, которые совершили преступление, у которых был бред ревности, и они совершили преступление по отношению к партнерше. Вторая группа – это те, которые имели бред ревности, но не совершили преступление. И третья группа – это психически здоровые, совершившие агрессивные действия на почве ревности. Там не было бреда, там не было психического расстройства. И эта группа анализировалась отдельно. То есть разница в том, что психически больные, имевшие бред ревности, одни совершают, другие не совершают. Там была четвертая группа, которые совершали, кроме всего прочего, самоубийство. Я просто не включил сегодня в свою презентацию. И важно было понять, а почему бред ревности существует? Кто-то совершает преступление, а кто-то не совершает. Бред ревности, структура одинаковая, выраженность одинаковая, многие параметры одинаковые, и они были соблюдены в рамках проведенного исследования. Там были перечислены на слайде методы исследования. Это социологический опросник как раз из РАН, Института социологии РАН, оценивалось отношение к общечеловеческим библейским заповедям. Был опросник, изучавший ценности, даже два их было. Это ценностная ориентация Рокича и Висбаденский опросник методу позитивной психотерапии. Очень кратко учитывая, что у нас регламент, результаты. Оказалось, что результаты исследования в этих группах существенно достоверно различались. Мы видели, например, это из анкеты. В каких случаях вы допускаете убийство человека? Разница между здоровыми и больными не была обнаружена. А по отношению к психически больным, которые не совершили преступления, эта разница была существенная, то есть статистическая достоверность на достаточно высоком уровне. Там есть подпункты, связанные с супружеской изменой, в целях самозащиты, по решению суда за тяжкие преступления и так далее. Отношение к библейским заповедям, то есть то, что составляет мировоззрение человека, что пронизывает всю его личность и позволяет, может быть, сохраняться, а может быть, видоизменяться в условиях психической болезни. Был вопрос, например, связан, насколько важна заповедь «не прелюбодействуй» для вас. И здесь оказалось, что психически больные отличались от здоровых. Для них, по крайней мере, декларировали они это, для них эта заповедь была более важной. Можно это интерпретировать таким образом, что все-таки бред во много менял структуру ценностей в этом смысле и мировоззрения, и уже после совершения или несовершения преступления появлялись какие-нибудь точки зрения, связанные с представленными на этом слайде. По тесту Ройкича, тоже подробно останавливаться на этом слайде, к большому сожалению, нет времени, но были существенные отличия по тому, как ранжировались эти ценности у психически здоровых, у психически больных, у психически больных из разных групп. Из этого исследования было сделано несколько важных с нашей точки зрения выводов. Во-первых, что нравственные установки психически больных играют определяющую роль в реализации агрессивного поведения. Те, кто не совершил преступление на почве ревности, достоверно отличались от тех, кто совершил преступление. Значит, это изначально, несмотря на психическое заболевание. И важным выводом было, что реализация агрессии психически больными, а значит, проявление негумандизма, связана в большей степени с нарушением морально-этических норм, чем с психопатологическими расстройствами. Значит, непсихопатологические расстройства приводят человека, делают его негуманным и приводят его к совершению преступлений. Еще одно, теперь уже связанное с наркологически больными. Важным оказалось не то, имеет ли этот человек диагноз наркологического заболевания, то есть есть у него зависимость наркотическая, алкогольная или нет. Важно было другое, находится ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. И это тоже очень важный вывод для сегодняшних, для принятия решений, связанных с ограничением деятельности психически-наркологически больных, с воздействием на них, или, как сегодня в наркологической науке, называется, с социальным прессингом этих людей. С нашей точки зрения цифры, приведенные на данном слайде, отражая еще несколько исследований, которые мы проводили на протяжении последних 15 лет, показывают, что агрессивное поведение психически больных провоцирует психически здоровые. Чем гуманнее относится общество психически больных, тем в большей степени этот гуманизм передается этим людям. Сегодня, посмотрите, пожалуйста, вторая цифра, которая нас шокировала, и до сих пор мы не можем понять, откуда это берется. Почти половина врачей-психиатров-наркологов выступает за принудительную стерилизацию психически больных женщин для того, чтобы не было продолжения рода, чтобы не появлялись с точки зрения этих врачей-психиатров больного потомства, то есть психически больного потомства. И все-таки еще раз хочу остановиться на том, что агрессивное поведение психически больных провоцирует психически здоровые, мы в этом убеждены. Об этом говорил более ста лет тому назад Карл Ясперс. Психические функции сами по себе не обусловливают ни порока, ни добродетели. И мы готовы подписаться под этими словами, поскольку они отражают и нашу позицию в том числе. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ